Здарова, уважаемые подшипники! Сегодня я вам покажу редкий ЗИС-110 с пробегом всего лишь 12 тысяч километров, которые хранили в саду под деревом. Недавно на портале auto.ru было размещено небольшое объявление на продажу раритетного советского правительственного лимузина ЗИС-110 1953 года выпуска. Как можно видеть, данный автомобиль уже долгое время стоял в саду под открытым небом на частной территории в городе Алушта. Южный климат очень щадяще обошелся с автомобилем и лишь в нескольких местах видна вздувшаяся черная заводская краска. Комплектность автомобиля видится почти полная, только разбиты фары головного света. И еще главная особенность, что пробег ретроавтомобиля минимальный, почти обкаточный, всего 12 тысяч километров. Это говорит о том, что большую часть времени ЗИС простоял недвижимым до сегодняшнего дня, а это без малого более 60 лет. Салон автомобиля, конечно, покрылся плесенью, а от южного солнца весь пластик приборной панели значительно покоробился. Обшивка дверей и сидений в очень удручающем состоянии. Гнездо под штатный радиоприемник пустое, но в остальном интерьер оригинальный и даже с наличием разделительной стеклянной перегородки между пассажирским и водительским отсеками. Если пробежаться по периметру автомобиля, то можно заметить, что все хромированные детали, включая многочисленные отделочные молдинги, присутствуют и имеют большой потенциал к восстановлению. В статусе этого объявления написано, что автомобиль уже продан, и мы надеемся, что спасен еще один исторический автомобиль советской эпохи, и что ему проведут глубокую реставрацию. И автомобиль будет блистать на ретро-слетах и смотрах. А может быть займет достойное место в частной коллекции или музейной экспозиции. В общем, коротко говоря, автомобиль будет спасен, и только от этой мысли уже радуется душа. Уважаемые подшипники, если вам не понравился ЗИС, ставьте ему дизлайки и устраивайте срач в комментах, чувствуйте себя как дома. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok